Мероприятие в Центре науки и культуры началось с обращения. С праздником землян поздравил с орбита Олег Новицкий, космонавт родом из Белоруссии. Космические исследования – это настоящий локомотив развития земной цивилизации. Каждый год совершенствуются ракет-носители и космические аппараты. Мы проводим все более сложные научные и медико-биологические исследования. Развивается Международная космическая станция. Появляются новые модули. Человечество движется вперед. Космические аппараты Земли уже исследуют новые планеты. И я уверен, недалеко тот день, когда мы начнем создавать базы на Луне и на Марсе. Дорогие друзья, коллеги, поздравляю всех с праздником, с Днем космонавтики. Желаю здоровья, счастья и, конечно, новых открытий. Просто подняли голову, и звезды станут ближе. Далее в программе гагаринского урока лекция о космосе, а также демонстрация фильмов «Современные космонавты» о Юрии Гагарине, и открывшая врата Вселенной. Интерес к данной теме не угасает уже не одно десятилетие, и вряд ли такое может случиться в обозримом будущем. Этот год, 2017-й, он очень, скажем так, богат на круглые даты. В этом году исполнилось 80 лет первой женщине-космонавту Валентине Владимировне Терешковой. В этом году исполнилось 110 лет Сергею Павловичу Королеву, это генеральному конструктору, так и в этом же году исполняется 60 лет с момента запуска первого искусственного спутника. И вот, то есть, все это, видимо, и дало толчок федеральному агентству «Роскосмос» объявить вот такой гагаринский урок. Участие в мероприятии приняли студенты и гимназисты областного центра Брещны. Ребята признались, космические темы – то, что на самом деле можно назвать увлекательным и интересным. В детстве некоторые из них даже мечтали бороздить космические просторы. Всегда хотелось, когда, ну, как в садик ходили, как все дети, хочу стать космонавтом, конечно же, было такое. Ну, с возрастом, конечно, пропало, но с удовольствием, если была бы какая-то возможность, то полетел. Желание, конечно, было, как и у всех детей, ну, и подростков. Ну, это требует особых усилий. Очень серьезная профессия, конечно, лететь в космос. Для этого надо здоровья. К слову, видео и фотодорогу в космос благодаря центру можно было найти еще в конце марта. С первого весеннего месяца на базе учреждения начала функционировать специальная экспозиция. Проходят демонстрации фильмов, а также лекции и беседы. При их подготовке были использованы материалы Мемориального музея космонавтики и Роскосмоса. Кстати, работа в фото-видео лектории не завершена. Пройти по дороге в космос еще можно по 21 апреля включительно.